Попрошайничество в Махачкале. Бизнес или нужда? На улицах столицы все чаще встречаются попрошайки, использующие различные уловки, чтобы получать деньги. Медаль за отвагу и смелость будут получать дети и подростки до 16 лет за спасение людей. Решение было принято на сессии Народного собрания Республики Дагестан. Детям-сиротам выделили жилье, непригодное для проживания. Прокуратура Дагестана передала дело в Советский районный суд. По всей России в эти дни проходят мавлиды. В Пензе состоялся очередной из них. Мероприятие представителей дагестанского землячества и также гостей из Дагестана. Спрашивайте, кто хотите деньги? Давно стоите деньги просите, а? На улицах Махачкалы, особенно в пятничный день, появляется множество попрошайок. Они просят у людей милостыню и верующие охотно отзываются. Многие из них ссылаются на одни и те же проблемы. Сгорел дом, больные родственники или нехватка средств. Сложно сказать, что эти люди ни в чем не нуждаются, и поэтому мы решили пообщаться с ними и даже предложить решение проблемы. У меня мать инвалид. У вас дети есть? Они не работают? Работы нет? А сейчас где вы? Сейчас где-то, 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 где-то. Как? Чем-нибудь, чем свободно вам поможет? Ваши заболевания, если больной. Это не единственный способ попрошайничества. Многим также знакома ситуация, когда посреди дороги появляется лицо попрошайки с ребенком и чуть ли не принуждает, используя Мольба, оказать ей помощь. Большинство из них выходцы из Средней Азии. Дагестанцы принимают их за узбеков, таджиков и курдов. Зачастую потому, что они им представляются. Однако это не так. Менталитет этих народов не позволяет им просить милостыню. По вашему запросу сообщаем, что МВД по вопросам миграции в Дагестане не ведет статистику по числу мигрантов, занимающихся попрошайничеством, потому что такая цель не указывается при въезде в страну. Обычно мигранты указывают частные или рабочие цели. Из-за этого невозможно точно отследить, сколько из них занимается попрошайничеством, так как люди постоянно приезжают и уезжают. Полиция регулярно мониторит ситуацию и проводит профилактические беседы с жителями, чтобы они сообщали о попрошайничестве. Однако законы России не предусматривают ответственности для мигрантов за попрошайничество. МВД проводит проверки и если выявляются нарушения миграционных правил, нарушители привлекаются к ответственности, включая депортацию. В этом году из страны было выдворено 87 человек, включая 45 женщин и 42 ребенка. Также за 2024 год выявлено 163 правонарушения, среди которых нарушения миграционного режима, мелкое хулиганство, курение в общественных местах и другие. Только некоторые из них действительно нуждаются в помощи, в то время как остальные выходят на улицы Махачкалы словно на работу. Для них попрошайничество стало прибыльным бизнесом. Причем, как отмечают эксперты, в основном этим занимаются женщины и дети. И избавиться от этой зависимости весьма сложно. Но попрошайки тоже разные бывают. Есть такой социальный паразитизм, такая психология жертвы. И те, кто считает, что им все должны, им так комфортно, им так удобно. Можно создать им дискомфорт, чтобы они, например, вот здесь где-то этим не занимались. Но не факт, что они потом не пойдут в другое место. Но есть еще люди, у которых реально сложное положение. И они чаще всего не просят именно что-то, именно деньги. Они хотят, чтобы им помогли. Вот им можно попробовать дать удочку, дать работу, помочь там с жильем. И такие люди уже дальше начинают нормальный, привычный образ жизни. Как же отличить тех, как просто подать нужно золото? Предложить. Предложить работу. Предложить работу и посмотреть, как на это будет молодая девушка или мужчина инвалид. Ну, кого мы видим, да? Предложить им какую-то деятельность. Если соглашаются, ну, можно попробовать. Но чаще всего они не соглашаются. Люди, которые действительно нуждаются, всегда могут обратиться в благотворительный фонд «Инсан». Он уже много лет помогает людям в самых трудных ситуациях и даже тем, кто ищет поддержку на улицах города. Но они зачастую отказываются от помощи сотрудников. Мы не можем утверждать, что все эти люди не нуждающиеся. Мы не можем утверждать, что эти люди там мошенники. Но вот тот факт, что они не идут к нам в фонд и думают, что если, допустим, у нас есть какие-то условия, по которым мы обязаны помогать, ну, должны, вернее, помогать, и они не предоставляют нам эту информацию, то это как бы не считается помощью. Но, тем не менее, мы обязаны проверять. Добросердечная дагестанская душа всегда стремится бороться с несправедливостью и помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Но важно помнить, что таким образом можно стать жертвой криминала. Лучше помогайте конкретным людям, которые действительно нуждаются и находятся в вашем поле зрения. К сожалению, сегодня таких людей очень много. Медаль за смелость и отвагу будет вручаться детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические поступки для спасения людей. Данное решение было принято на 36-й сессии Народного собрания Республики Дагестан. Учреждение награды связано с растущим числом примеров проявления истинного героизма среди молодежи региона. Вот такой медали, я считаю, что в дальнейшем мы рады найти, как разводить, воспитывать, много говоря о воспитании, идеологическом воспитании. И считаю, вот такая награда, вот такое мероприятие, с которым будет сопровождаться своим учением и наградой, то, что мы не сможем под таким идеологическим, духовно-нравственным воспитанием нашего детей, что действительно необходимо, мы тут не будем уделять особое внимание. В рамках сессии депутатами было рассмотрено 29 вопросов. Среди них особое внимание уделено докладу о внесении изменений в закон об образовании. Поправки предусматривают размещение на современных платформах, сведения о социальных мерах и гарантиях для учащихся, педагогов и других категорий граждан. Информирование о социальных гарантиях – важный шаг на пути к модернизации образовательной системы, подчеркнул председатель Народного собрания Дагестана Заура Скиндеров. Тут надо законодательно смотреть, повысить социальные гарантии, меры социальной защищенности учителей. И самое главное – престиж учителя. Ведь учитель у нас кто? Наставник. И мы с вами, многие помнят, как в наше время, какое уважение и почет было слову «учитель». Я считаю, что нам надо все это восстанавливать, если мы хотим, чтобы люди, которые действительно передают знания, формируют личность, являются наставниками детей, обучают их, дают дорогу в жизнь. Они должны обладать, во-первых, достойной заработной платой, социальными гарантиями, и самое главное – это престиж учителя. В ходе сессии также выступили представители всех фракций. Депутат от «Единой России» рассказал о принятии в регионе мер поддержки молодых специалистов и проблемах подготовки кадров инженерных специальностей. Решение данной проблемы видится, в первую очередь, на основе развития инженерного образования, увеличение его престижа среди молодежи, внедрение различных форм системной поддержки молодых специалистов и требует непрерывного обновления и содержания программ профессионального образования и ее корректировки с учетом потребностей отраслей экономики региона. Также на сессии был затронут вопрос, связанный с развитием сельского хозяйства. Главным нововведением после принятия закона является возможность для сельхозпроизводителей оказывать услуги в сфере туризма. В завершении 36-й сессии состоялось вручение наград. Прокуратура Республики Дагестан обвиняет бывшего сотрудника администрации города Махачкалы в том, что он предоставил сиротам квартиры в опасном доме, расположенном в санитарно-защитной зоне кладбища. По версии следствия, бывший чиновник, не обращая внимания на возможные риски, закупил 47 квартир на улице Магомеда Гаджиева. Обвиняемый, зная о непригодности жилья, сознательно поставил под угрозу здоровье и безопасность детей-сирот, заявил представитель прокуратуры. Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом города Махачкалы. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, достоверно зная, что многоквартирный дом в городе Махачкале не соответствует санитарно-техническим нормам, поскольку возведен в пределах санитарно-защитной зоны кладбища, заключил муниципальные контракты со строительной организацией на приобретение в муниципальную собственность 47 квартир в данном доме для их последующего предоставления по договорам социального найма гражданам, относящимся к категории детей-сирот. В 2016 году указанные квартиры, непригодные для проживания, были переданы сиротам, чем существенно нарушены их права и интересы. Уголовное дело прокуратурой направлено в советские районы суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. Мавлид в честь рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, состоялся в городе Пенза, Пензенской области. Нашиды, конкурсы, подарки и выступления богословов украсили этот вечер. На мероприятии присутствовали представители Муфтиата Дагестана, а также председатель дагестанской диаспоры Пензенской области. Да сделает Аллах нас с вами, людьми, которые соблюдают этику относительно родителей, друг друга, знакомым и незнакомым, мусульманам и немусульманам, поскольку религия ислам установила права, нормы именно для того, чтобы каждый человек, ведя себя по этим нормам, никакую обиду не нанес ни родному, ни неродному. Динамовское дерби снова состоится в Каспийске. Матч 10-го тура премьер-лиги между клубами из Махачкалы и Москвы пройдет 29 сентября. Для двух команд игра будет уже третьей в нынешнем сезоне. До этого коллективы встречались в рамках Кубка России. Успех в обоих матчах сопутствовал москвичам. В первом они одержали волевую победу, а во втором были точнее в серии пенальти. После девяти туров махачкалинцы идут на девятой строчке в турнирной таблице, а их ближайший соперник находится на четвертом месте.